В начале января в Дагуфпелсе начал работать семейный дом Пейлатис, где заботятся о детях, оставшихся без опеки родителей. Семейный дом находится в крепости, по улице Коменданта 3, где раньше работал детский дом приюта Уса Клейтис. Готовясь к приему новых жителей, здание претерпело основательные изменения. В нем усилили стены, поставили новые двери, демонтировали и проложили заново внутренние коммуникации, обновили лестницу, полностью заменили старую вентиляционную систему, а на крышу установили солнечные коллекторы. Позаботились также об удобстве и безопасности людей с нарушениями зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, были проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Учреждение является структурным подразделением Дагуфпелской социальной службы и создано в рамках проекта динституционализации. Сейчас в Пейлатис проживает 20 ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Все они переехали сюда из Центра социальных услуг для детей и подростков в Предейте. Семейный дом Пейлатис, насколько возможно, максимально будет приближен к жизни в семье, где дети будут по максимуму делать все самостоятельно. То есть они будут сами планировать свое меню, потом закупаться вместе с воспитателями и социальным работником, и потом из закупленных продуктов готовить себе еду, заниматься уборкой, убирать свои комнаты и общие помещения, составлять графики дежурств и все это продумывать. Какая одежда им нужна, закупать себе одежду, планировать также экскурсии будем. Семейная модель предусматривает, что в комнатах проживает от одного до трех человек, и каждый из блоков комнат оборудован санузлом и кухней. Ребята еще только привыкают к новым условиям, но уже говорят, что им здесь нравится, и они действительно чувствуют себя как одна большая семья, где родители заменили воспитателей. Поддержать их на пути в новую самостоятельную жизнь можно разными способами, не только став опекуном или усыновителем. Один из важнейших навыков, которые должны освоить воспитанники семейного дома – умение готовить. Поэтому сотрудники учреждения предлагают хозяйствам, в которых, возможно, образовался излишек овощей, поделиться ими с ребятами, заодно наглядно объяснив, какую важную роль в жизни человека играет трудолюбие. Было бы очень здорово, если бы какие-то хозяйства могли бы поделиться овощами, допустим, картофель, капуста, морковка, чтобы дети впоследствии могли бы сами себе приготовить из этих продуктов. Ну и потом в дальнейшем, может быть, дети сами могли бы также свои силы предоставить христианам, чтобы в дальнейшем летом или осенью также приехать, помочь какими-то своими силами в сборке, может, урожая или в каких-то еще работах, как благодарность, чтобы не только себя получать, но также как бы и другим людям чем-то помогать и отдавать свои умения, силы. Тем временем в многофункциональном центре социальных услуг «Предаида», который нынешние воспитанники Пейладеса еще совсем недавно называли своим домом, продолжает работать кризисный центр, где детям и подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, предоставляется начальник социальный уход, а также оказывается психосоциальная и психологическая поддержка. Помимо этого, здесь предоставляется услуга дневного центра для совершеннолетних лиц с нарушениями душевного характера и дневного центра для детей с функциональными нарушениями. В ближайшее время перечень услуг планируют расширить. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагуфпилского городского самоуправления. Подписывайтесь на канал. Для вас стараются сесть семьей и сесть душой. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.